Ну что, девчонки, привет! И сегодня, я уже думаю, вы догадались по названию видео, что вас ожидает. И я снимаю этот ролик не сама, а снимаю его совместно с Машей. Я думаю, вы знаете ее под ником Лауреатка, очень хорошо. И я просто, если честно, обожаю эту девушку, потому что, когда смотришь ее видео, она просто дарит тебе кусочек себя, кусочек счастья какого-то, такой лучезарный. Она всегда улыбается, всегда дарит тепло в своих видео. И это просто не может не радовать, потому что, когда у меня никакое настроение, я могу просто включить ее видео и чуть-чуть до настроения поднимается, потому что человек действительно очень передает эмоцию какой-то радости, позитива. И я ее за это обожаю. Так что обязательно после просмотра моего видео переходите к ней. А у нее сегодня будет макияж Меган Фокс. Ну и, если честно, до того, как я вообще начала снимать видео на YouTube, мне никто в жизни никогда не говорил, что я похожа на Эмму Уотсон. Ни с каким макияжем вообще просто об этом и не могло идти речи. Но как только я начала снимать видео на YouTube, ко мне сразу посыпались море сообщений о том, что Эмма Уотсон, Гермиона и все так далее. Я вообще не могла понять, чем я похожа на нее. И сегодня будем делать ее макияж. У нее, если честно, немного особо интересных макияжей. То есть она обычно выделяет только губы и оставляет нейтральными глаза. В принципе, сегодня очень похожий макияж и очень простой. Но посмотрим же, насколько я на нее похожа. В конце видео будет фотосравнение. И я прошу вас в комментариях написать, как у меня получилось или нет. А сейчас давайте приступать. Первым делом на все лицо я наношу тональный крем от Clorant Skin Illusion в 105 оттенке. Затем на зону высветления и под глазки я наношу консилер от Art Visage в оттенке 103. Теперь делаю кремовую коррекцию стиком от Hair. И растушевываю его кистью. Теперь будем оформлять бровки. Оформлять я их буду карандашиком от Clorant. И буду оформлять их более ровно, так как у Эмы более ровные брови и немного ниже, чем у меня. То есть расстояние между глазом и началом брови у нее немного меньше. Для этого я опускаю свою бровь буквально на празднику в пару волосков. И также зачёсываю бровки наверх штришками, потому что она не любит какие-то чёткие гранит, чёткие линии, а всегда делает более небрежные зачёсанные кверху брови. Единственное, что мы сейчас просто корректором подкорректируем наш кончик брови для того, чтобы он был острый. В качестве базы под тенью сегодня буду использовать кремовую тень от Maybelline Color Couture в 91-м оттенке Clean the Rose. Под бровь, во внутренний уголочек глаза и на нижнее веко вдоль роста ресничек я наношу белый матовый оттенок тенью. Теперь из палетки Зоева Смоки беру вот такой вот оттенок пыльной розы и наношу его немножечко выше складки века. Я не сильно захожу наверх, так как у Эммы немного меньше глаза, чем у меня, и если я сделаю сильно широкую тушёвку, это ещё больше увеличит мои глаза. И теперь беру второй оттеночек, это такой цвет бурубунди, и наношу его уже в саму складку более маленькой пусты. И теперь беру второй оттенок пыльной розы и наношу его уже в саму складку более маленькой пусты. И черным оттенком тени я буду прорисовывать стрелочку вдоль ресничного края и сразу же её растушевывать. Я не вывожу ни в коем случае здесь какой-то хвостик, потому что Эмма в основном носит вот такие вот просто прорисованные растушеванные стрелочки вдоль ресничек и не более. Прокрашиваем ресницы тушью по направлению к дискам для создания более хитрого и кошачьего взгляда. Корректирую своё лицо палеткой от Doeva Rose Golden, делаю более жёсткую коррекцию, потому что у Эммы немного хуже лицо, чем у меня и более выраженные скулы. Наношу румяна от Гош в таком вот лиловом оттенке, потому что на этом макияже у неё именно этот цвет на щёчку. И немножко протягиваю на скулу. И конечно же наношу хайлайтер от Mary Lou, в этом макияже у Эммы очень обильный хайлайтер, особенно на лбу, либо же она просто забыла протереть это всё матирующей салфеткой, ну не важно. Мы нанесём хайлайтер и побольше. И последний этап это у нас губы, я немножко их пытаюсь уменьшить. Я беру вот такой вот виноградного цвета карандашик, обвожу контур и затем буду заполнять это всё помадой от Golden Rose в 29 оттенке. Ну что, девчонки, вы посмотрели две фотографии, сейчас я ещё их продублирую, вам решать похоже или нет. Ну по макияжу я старалась максимально приблизиться к эффекту, даже сделала нечто странное с волосами, просто набрызгала их лаком и как-то их поджмякала, потому что прическа это не назовёшь, если честно. И да, пишите в комментариях понравилось вам или нет, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно заходите на видео Машули и смотрите её видео. Ну а я вас всех очень сильно люблю, целую всем, пока-пока, ваша Марина.